Две картины Александра Дайнека, написанные с разницей в одно десятилетие. На первой изображена одинокая девушка, на второй написанная уже в 30-х годах прошлого века группа лыжников. С появлением в стране коллективизма его можно заметить и на полотнах. Работа Дайнеки, как и остальных авторов на выставке художники у станка искусства после революции, отражают духу времени и оставляют следы. Здесь и серпы молот, и красная звезда. По работам можно читать, как менялась со временем страна. Живопись, которая пыталась именно сраститься с властью, с тенденциями, повторюсь, с народом, помогать строительству коммунизма, то есть вся эта живопись должна была быть революционной и чуть ли не полезной. Выставка посвящена исканиям советских художников в начале становления советской власти, когда перед искусством стояла проблема самоопределения и идентификации себя как пролетарского. Все картины представлены на выставке из собраний Государственной Третьяковской галереи, Семь работ привезли из Москвы, а не часть постоянной экспозиции. Например, милиционер, вышедший из-под кисти Константина Вялова в 1923 году. Молодое советское государство покупало работы современных художников и формировало из них коллекции, которые были отправлены в 32 региональных центра молодой страны. И одна из самых представительных коллекций была отправлена в 19-20 годах в Самару. Выставка – совместный проект Третьяковской галереи, областного художественного музея и галереи «Виктория». Самарский филиал Третьяковки, даже не успев въехать в новое здание, заставил говорить о своих проектах не только самарцев, но и ценителей искусства всей страны. Для нас изначально была важна вот эта стратегия до открытия, до запуска, сделать выставки. Вот эти выставки, они как бы для нас такой процесс интеграции, по сути. Чтобы не получилось так, что вот открылось здание, и мы вдруг начинаем искать какой-то проект и понимать, как это все устроено. А вот сейчас уже мы работаем и общаемся с нашим зрителем. Познакомиться с работами художников у станка можно до середины апреля. Мария Левина, Николай Епифанов. События.